В моде миниатюризация всего и вся. Наверное, вы уже встречали андроид-стики, выглядящие как флешка с HDMI-коннектором и выполняющие функции полноценного медиаплеера. Компания DuneHD тоже ступила на эти скользкие рельсы, но с присущим ей основательным подходом выпустила нечто действительно полезное. Не для всех, конечно, но своего пользователя мини-плеер DuneHD Connect без сомнения найдет. Попробуем узнать, кто он, этот пользователь, и что же ему нужно от подобного устройства. Комплект мини-плеера достаточно обширный, ведь нужно компенсировать миниатюрность внешними аксессуарами. Здесь и пульт, и IR-приемник пульта, HDMI-удлинитель, блок питания и кабель питания с microUSB и хостом для внешних устройств, а также универсальный AV-кабель с целым набором коннекторов. HD Connect абсолютно новое устройство в линейке медиаплееров Dune, поэтому сравнивать его не с чем. Конечно, есть аналоги на Android OS и стики вроде Android Kino, но они устроены более просто. Здесь же нас ждет полноценный медиаплеер, который долго сидел на низкокалорийной диете. Гаджет размером чуть больше стандартной флешки имеет сразу коннектор HDMI. Кроме того, легко различима антенна встроенного Wi-Fi-модуля и целый набор портов. Это microUSB для питания, он же поддерживает и подключение внешних устройств, то есть OTG-функцию. Тут же удалось разместить стандартный Ethernet-порт и разъем для подключения внешнего инфракрасного приемника пульта. На другой грани порт для подключения AV-кабеля, на котором, кроме композитного видео и аналогового аудио, есть компонентные видеоконнекторы и коаксиальный цифровой аудиовыход. Не обошлось и без карт памяти, есть слот для microSD-карт до 32 ГБ. Сам корпус из глянцевого пластика, на котором довольно крупная решетка для вентиляции. Через нее можно даже рассмотреть всю начинку. Пульт у HD-коннект отличается от стандартных дюновских компактностью и более приятным дизайном. И несмотря на то, что некоторые кнопки хотелось бы увидеть в других местах, пульт вполне удобен и даже приятен в обращении. По начинке этот плеер не уступает серии 102. Здесь такой же чип Sigma SMP86-74 с 512 МБ оперативной памяти. Для нужд системы есть 256 МБ флэш-памяти. Также есть Wi-Fi стандарт AN и Ethernet до 100 Мбит в секунду. Встроенного DVB-T2 модуля, конечно же, нет. Но, как и с другими медиаплеерами от Dune, можно использовать их родной USB-стик. Отсутствие цифрового эфирного ТВ полностью компенсируется онлайн-сервисами. Совсем недавно в арсенале плееров Dune появилась онлайн-ТВ от Megafon, в дополнение к нескольким стрим-каналам. HD-коннект можно сразу подключить к телевизору, а если расположение HDMI не позволяет, то можно воспользоваться заботливо добавленным в комплект удлинителем. К плееру необходимо подключить питание и внешний приемник пульта, ну и HDD или флешку по желанию. Пользоваться microSD-картой можно разве что для системного диска и торрентов, клиент для которых всегда можно найти в Dune. Конечно, после подключения всех проводов миниатюрность почти сходит на нет. Но зато какой из обычных плееров вы сможете носить в кармане и заставить его работать, например, от USB-аккумулятора? Или подключить к ТВ-системе в автомобиле или еще где-то? Необъятна фантазия русского кулибина. Что касается программного обеспечения, то оно идентично серии 102. Подробности можно поискать в наших предыдущих обзорах. Этот плеер также быстро поддерживает BD-Lite, простейшие 3D, все сетевые протоколы и большинство современных форматов файлов. Вот только не напоминайте нам о бабушкиных 3GP. Плеер проигрывает те же файлы с максимальным битрейтом. Главным в подобных устройствах, которые давно стоит именовать стримерами, конечно же являются онлайн-видео и аудиосервисы. Все онлайн-приложения, которые есть в старших плеерах, поддерживаются и здесь. Перечисляли мы их уже не раз, поэтому просто отметим, что здесь есть все, что нужно обычному и не очень пользователю. От онлайн-ТВ-каналов и каталогов фильмов до радио и социальных сетей. Недавно в прошивках Dune появился свой стор с приложениями, где можно скачать плагины. Это без сомнения сделало более удобным их установку и расширило список приложений. Итак, Dune HD Connect, конечно, медиаплеер не для каждого, но это миниатюрное устройство, заменяющее полноценный плеер, ждет своего пользователя, познавшего все плюсы мобильности. Проверено в Сайдекс. До встречи в наших обзорах. Продолжение следует...